Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 17 по 26. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, Беуча и Иисус, и Беху сидящие фарисеи, и закону учители, И же Беху пришли от всякие веси галилейские, и иудейские, и иерусалимские, и сила Господня, беисцеляющий их, и сему уже носящий на одре человека, и же бе расслаблен, и скаху внести его, и положите пред ним. И не обрезши, куда внести его народа ради, взлезши на храм сквозе скуделы, низвесиши его содром на среду пред Иисуса. И, видев веру их речи ему, человечьи оставляют те сегреси твои, и начаше помышляте книжницы и фарисей глаголюще, Кто есть сей, и же глаголит хулы, Кто может оставлять грехи, то кма един Бога, Разумев же Иисус помышления их, Отвещав рече к ним, Что помышляете в сердцах ваших, Что есть удобие речи, Оставляйте сегреси твои, или речи восстанье и ходи. Но до увестия ко власти мы, Сын Человеческий, На земле отпущайте грехи, Речи расслабленному, Тебе глаголю восстанье и возьми одр твой, И иди в дом твой, И обе восста пред ними, Взем на нем же лежаше, Иди в дом свой, славя Бога, И ужас прият всех, И славлях у Бога, И исполнишься страха глаголюще, Яковидихом преславная днесь. Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. В один день, когда Он учил, И сидели тут фарисеи и законоучители, Пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, И из Иерусалима, И сила Господня являлась в исцелении больных, Вот принесли некоторые на постели человека, Который был расслаблен, И старались внести его в дом И положить перед Иисусом, И не найдя, где пронести его за многолюдством, Влезли наверх дома, И сквозь кровлю спустили его с постелью На средину пред Иисуса. И Он, видя веру их, Сказал человеку тому, Прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, Говоря, кто это, Который богохульствует, Кто может прощать грехи, Кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышления, И сказал им в ответ, Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, Прощаются тебе грехи твои? Или сказать, Встань и ходи? Но чтобы вы знали, Что Сын Человеческий Имеет власть на земле прощать грехи, Сказал Он расслабленному, Тебе говорю, Встань, возьми постель твою И иди в дом твой. И Он тотчас встал перед ними, Взял, на чем лежал, И пошел в дом свой, Славя Бога. И ужас объял всех, И славили Бога, И, быв исполнены страха, говорили, Чудные дела видели мы ныне. Когда Господь находился в Капернауме, Вокруг Него собралось множество людей, Чтобы послушать Его учения И получить от Него исцеление. Среди множества недужных, Которые приходили к Господу сами Или были приведены близкими, Был и расслабленный человек, Которого друзья принесли на постели к дому, Где пребывал Спаситель. Но, не найдя, где пронести его За многолюдством, Влезли наверх дома И сквозь кровлю Спустили его с постелью На середину пред Иисуса. Плоские кровли домов Палестины Обычно имели лишь небольшой уклон, Достаточно для того, Чтобы стекала дождевая вода. Эти кровли делали из балок, Которые укладывали от стенки к стенке На небольшом расстоянии друг от друга, А промежутки закладывали Тугими связками веток, Скрепленных известковым раствором. Понятно, что при таком устройстве домов Нужно было взойти по наружной лестнице На кровлю, Дойти до начала двора, Прикрытого временной разборной кровлей Из щитов, Снять один или несколько таких щитов И на веревках спустить вниз больного, Что и сделали принесшие расслабленного. Господь, видя веру друзей расслабленного, Говорит, Прощаются тебе грехи твои. Блаженный Феофилак замечает, Что спаситель исцеляет человека, Болящего неизлечимой болезнью, Чтобы через уврачевание Такой болезнью врачевать И неисцельное безумие фарисеев. Сначала он врачует болезни души, Сказав, Оставляются тебе грехи твои, Чтобы мы знали, Что многие болезни Рождаются от грехов. Потом исцеляет и немощь тела, Ведя веру принесших. Но книжники и фарисеи начали рассуждать, Говоря, Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, Кроме одного Бога? Их возмутило то, Что Господь, по их мнению, Присвоил себе привилегии Творца, И потому, по их представлениям, Оскорбил Бога. Господь даже не пытался спорить с ними, И лишь заметил, Что легче сказать, Прощаются тебе грехи твои, Или сказать, Встань и ходи. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, Таким образом, Книжники обличают Господа в богохульстве, Потому что считают Его человеком, И не понимали Слово Божие. Но Господь, видя помышление, Их показал себя как Бога, Который может знать сокровенную сторону сердца, И как бы молча говорит так, «Тем же величеством и силой, Которыми я созерцаю помышления ваши, Я могу и отпускать людям прегрешение их». Но не будем забывать, Что книжники сами верили в то, Что никто не может встать до тех пор, Пока ему не будут прощены его грехи. Если Христос смог дать этому человеку Возможность встать и ходить, То это служило неопровержимым доказательством того, Что человеку были прощены его грехи, И что утверждения о Спасителе справедливы, Так Иисус Христос показал, Что может даровать прощение душе человека И исцеление его телу. Перед нами, дорогие братья и сестры, Предстает чудесная картина Человека, исцеленного и спасенного Верой его друзей. Если бы не они, Он так никогда и не смог бы Приблизиться ко Христу, Чтобы получить исцеление. Мы не можем принудить людей Принять Христа против их воли. Не каждому дано помочь другим В познании религиозной истины. Но в наших силах указать путь, На котором они сами смогут найти Для себя эту истину. Мы не можем сделать всех людей христианами, Но можем приложить все усилия, Дабы собственным примером нашей любви Привести людей ко Христу. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Душа моя, Господа! 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 Продолжение следует...